Севастополь Есть такое верование в цепи, что каждый шаг на крестном ходе, если человек с верою участвует, каждый шаг это как доброе дело, которое на добрую чашу весов будет ложиться. Ну и конечно крестные ходы имеют великую молитвенную силу, которая даже чуму отражала от городов. Всех поздравляю с Рождеством Христовым, желаю крепкого здоровья и вечного спасения души. Во главе шествия одна из самых почитаемых святынь – икона Рождества Христова. Священники облачаются в белые одежды, как символ божественного цвета. До финальной точки процессии почти три километра. Путь небольшой, но в холодную погоду особо ощутим каждый шаг. Однако для собравшихся преодолеть этот маршрут – способ отблагодарить Спасителя. Люди идут, славят Христа. Мы показываем свое отношение к этому явлению. То, что мы вместе. Вот что значит вестный Бог. Настроение самое светлое, это самое прекрасное, самое доброе, самое главное, один из самых важных праздников для христиан. Я поздравляю всех Рождества Христова. Пусть люди радуются. Сегодня день для того, чтобы радоваться. Рождество – один из самых светлых и дающих надежду праздников. В этот день верующие празднуют рождение Бога в человеческом обличии. Я не впервые хожу на крестные ходы, потому что я православный человек и я отмечаю все православные праздники. Это значит, что Христос родился, чтобы спасти христианство и вообще человечество в целом. Казачество всегда было православное. Это вера наша православная. Поэтому это святой праздник для нас. Точно так же, как покров, Рождество, покров, Пасха, Крещение – это все наши праздники. Крестный ход завершился праздничным молебном на площади у кинотеатра «Моряк». После чего для маленьких участников богослужения прошел небольшой концерт. Рождество для православных верующих – только начало всех празднований. После него наступают святки и длиться они будут до 19 января. Крещение Господне.